OBD2 код неисправности техническое описание, цилиндр 2 обнаружено пропуски зажигания, что это обозначает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, хотя общие, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, марки автомобилей, на которых распространяется этот код, могут включать, но не ограничиваются ими, VW, Chevrolet. Jeep, Dodge, Nissan, Honda, Ford, Toyota, Hyundai и т.д. Причиной сохранения кода P0302 в вашем автомобиле OBD-2 является то, что модуль управления силовой передачей PSM обнаружил пропуски зажигания отдельных цилиндров, P0302 особенно относятся к цилиндру номер 2, обратитесь к надежному источнику информации об автомобиле, чтобы узнать местонахождение цилиндра номер 2 для данного автомобиля. Этот тип кода может быть вызван проблемой подачи топлива, большой утечкой вакуума, неисправностью рециркуляции выхлопных газов и GR или механическим отказом двигателя, но чаще всего является результатом неисправности системы зажигания, приводящей к слабому искрению или его отсутствию, условия. Практически на всех автомобилях, оснащенных OBD-2, используется система распределителя зажигания SOP, без распределителя, высокоинтенсивная искра, система зажигания, он контролируется PSM для точного зажигания и синхронизации. PSM рассчитывает входные сигналы от датчика положения коленчатого вала, датчика положения распределительного вала и датчика положения дроссельной заслонки, среди прочего, в зависимости от автомобиля, для настройки стратегии определения времени зажигания. В реалистическом смысле датчик положения распределительного вала и датчик положения коленчатого вала имеют жизненно важное значение для работы системы зажигания OBD-2, используя входные сигналы от этих датчиков, PSM подает сигнал напряжения, который заставляет катушки зажигания высокой интенсивности, обычно по одной на каждый цилиндр, срабатывать в последовательном порядке. Поскольку коленчатый вал вращается со скоростью, примерно в два раза превышающей скорость распределительного вала, валов, очень важно, чтобы PSM знал их точное положение, как в целом, так и по отношению друг к другу. Простой метод объяснения этого аспекта работы двигателя заключается в следующем, верхняя мертвая точка, VMT, это точка, в которой коленчатый вал и распределительный вал, и, совмещены с поршнем, для цилиндра номер один, в его наивысшей точке, а впускной клапан, и, для цилиндра номер один, открыт, это известно как такт сжатия. Во время такта сжатия воздух и топливо втягиваются в камеру сгорания, в этот момент искра зажигания необходима, чтобы вызвать сгорание. PSM распознает положение коленчатого вала и распределительного вала и выдает сигнал напряжения, необходимый для получения искры высокой интенсивности от катушки зажигания. Сгорание в цилиндре приводит поршень обратно вниз, когда двигатель катится через такт сжатия, и поршень номер один начинает выдвигаться к коленчатому валу, впускной клапан, и, закрывается, это начинает такт выхлопа, когда коленчатый вал совершает очередной оборот. Поршень номер один снова достигает своей высшей точки, поскольку распределительный вал, и, выполнил только половину оборота, впускной клапан остается закрытым, а выпускной клапан, открытым, в верхней части такта выпуска не требуется искра зажигания, поскольку этот такт используется для выталкивания отработавших выхлопных газов из цилиндра через отверстия, создаваемые открытым выпускным клапаном, клапанами, выпускной коллектор. Типичная работа катушки зажигания высокой интенсивности осуществляется при постоянной подаче напряжения на аккумуляторную батарею с плавким переключением, только при наличии переключателя зажигания в положении ОН закрывающая круглая скобка и импульса заземления, подаваемого, в соответствующий момент, PSM, когда импульс заземления подается на цепь первичной обмотки катушки зажигания, Катушка излучает искру высокой интенсивности, до 50 000 вольт, в течение доли секунды, эта высокоинтенсивная искра передается через провод или колпачок свечи зажигания и свечу зажигания, которая ввинчивается в головку цилиндров или впускной коллектор, где она контактирует с точной воздушно-топливной смесью, результатом является контролируемый взрыв, если этот взрыв не произойдет, уровень оборотов двигателя будет затронут, и PSM обнаружит его, после этого PSM контролирует положение распределения, Определительного вала, положение коленчатого вала и входа напряжения обратной связи отдельных катушек, чтобы определить, в каком цилиндре произошел сбой или в данный момент происходит сбой Если пропуски зажигания в цилиндре не соответствуют или являются достаточно серьезными, код может отображаться как ожидающий, и индикаторная лампа неисправности, MIL, может мигать только тогда, когда PSM фактически обнаруживает пропуски зажигания, затем гаснет, если этого не происходит Система разработана таким образом, чтобы предупредить водителя о том, что пропуски зажигания в двигателе этой степени могут быть вредными для каталитического нейтрализатора и других компонентов двигателя Как только пропуски зажигания становятся более постоянными и серьезными, P0302 будет сохранен, и будет происходить постоянное освещение MIL Серьезность кода, условия, способствующие хранению P0302, могут вызвать повреждение каталитического нейтрализатора и, или двигателя, этот код должен быть классифицирован как строгий Симптомы кода Симптомы P0302 могут включать в себя, снижение производительности двигателя, грубое или нестабильное ощущение от двигателя, на холостом ходу или при небольшом ускорении, странный запах от выхлопа двигателя, мигающая или постоянная MIL Индикаторная лампа неисправности Подсветка Причины Код P0302 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий Дефектная катушка и «зажигание», неисправные свечи зажигания, провода свечей зажигания или сапоги свечей зажигания, неисправный топливный инжектор и, неисправная система подачи топлива Топливный насос, реле топливного насоса, топливные форсунки или топливный фильтр, большая утечка вакуума в двигателе, клапан рециркуляции отработавших газов застрял в широко открытом положении, засорен порты EGR, диагностика и ремонт, диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVO-M и надежный источник информации об автомобиле потребуются для диагностики сохраненного или ожидающего кода P0302 Начните диагностику с визуального осмотра поврежденные катушки зажигания, свечи зажигания и чехла свечи зажигания, компоненты, загрязненные жидкостью, масло, охлаждающая жидкость двигателя или вода, должны быть очищены или заменены, если рекомендуемый интервал технического обслуживания требует, всех, замены свечи зажигания, самое время сделать это, проверьте первичную проводку и разъемы на предмет наличия соответствующей катушки зажигания При необходимости выполните ремонт, ключ при работающем двигателе, KOR, прислушайтесь к наличию большой утечки вакуума и при необходимости сделайте ремонт, если бедные коды выхлопных газов или коды подачи топлива сопровождают код пропуска зажигания, они должны быть сначала диагностированы и устранены, все коды положения клапана рециркуляции отработавших газов должны быть исправлены до диагностики кода пропуска зажигания, недостаточные коды потока и GR должны быть устранены до диагностики После устранения всех перечисленных выше проблем подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды и данные стоп кадра, мне нравится записывать эту информацию, так как она может пригодиться позже, теперь очистите коды и посмотрите, сбрасывается ли P0302 во время длительного тест драйва Если код сброшен, используйте источник информации о своем транспортном средстве для поиска в бюллетенях технического обслуживания, TSB, которые относятся к рассматриваемым симптомам и коду AM, поскольку списки TSB составлены из многих тысяч ремонтов, информация, найденная в соответствующем, скорее всего, поможет вам поставить правильный диагноз Позаботьтесь, чтобы найти цилиндр, который дает сбой, как только это будет выполнено, вы должны точно определить причину неисправности Вы можете потратить много часов на тестирование отдельных компонентов, но у меня есть простая система для выполнения этой задачи Описанная процедура предназначена для транспортного средства, оборудованного автоматической коробкой передач Автомобили с механической коробкой передач также могут быть испытаны таким образом, но это более сложный процесс Это выглядит следующим образом, определите, в каком диапазоне оборотов чаще всего происходят пропуски зажигания Это может быть сделано путем пробного вождения или проверки данных стоп-кадра Определив диапазон оборотов, запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры Поместите колодку с обеих сторон ведущих колес автомобиля Попросите помощника сесть на сидение водителя и установить рычаг переключения передач в положении DR-AV с включенным стояночным тормозом, чтобы его нога крепко прижималась к педали тормоза Займите положение вдоль передней части автомобиля, чтобы вы могли добраться до двигателя с открытым и надежным капотом Попросите помощника постепенно увеличивать уровень оборотов, нажимая педаль акселератора, пока не произойдет пропуски зажигания В случае пропуска зажигания двигателя внимательно поднимите катушку зажигания со своего места и отметьте степень образования искры высокой интенсивности Высокоинтенсивная искра должна быть ярко-синего цвета и потрясающей по интенсивности Если это не так, заподозрить неисправную катушку зажигания Если вы не уверены в уровне искры, создаваемой рассматриваемой катушкой, поднимите известную рабочую катушку со своего места и наблюдайте степень искры Рекомендуется замена соответствующей свечи зажигания и чехла, провода Если необходимо заменить катушку зажигания, если катушка зажигания работает нормально, выключите двигатель и вставьте заведомо исправную свечу зажигания в чехол, провод, перезапустите двигатель и попросите помощника повторить процедуру Соблюдайте интенсивную искру через свечу зажигания, он также должен быть ярко-синим и интенсивным по своей природе Если это не так, подозревайте неисправную свечу зажигания для рассматриваемого цилиндра Если искра высокой интенсивности, для затронутого цилиндра, кажется нормальной, вы можете выполнить аналогичный тест для топливной форсунки Осторожно отсоединив ее, чтобы увидеть, обнаружена ли какая-либо разница в оборотах двигателя Работающая топливная форсунка также издает слышимый текающий звук Если топливная форсунка не работает, используйте индикатор узла для проверки напряжения и сигнала заземления На разъеме форсунки, во время работы двигателя, в большинстве случаев вы найдете причину пропуска зажигания к тому времени, как закончите тестирование на искру высокой интенсивности Известно, что системы рециркуляции отработавших газов, в которых используется система впрыскивания выхлопных газов в отдельные цилиндры, вызывают симптомы, имитирующие состояние пропуска зажигания Порталы цилиндров и GR засоряются и вызывают сброс всех газов и GR в один цилиндр, что приводит к пропуску зажигания Будьте осторожны при испытании искры высокой интенсивности 50 000 вольт может быть вредным или даже смертельным в экстремальных условиях При испытании искры высокой интенсивности держите ее подальше от источников топлива, чтобы избежать катастрофы Субтитры создавал DimaTorzok